Я вот недавно видос записывал, а то из каких блоков состоит плазменная панель Samsung. Ну вот в мои руки попала LG, модель 32PC51, или PC, как хотите. Ну как видите, модель старая, это видно по деталям, это видно по материнке, по набору разъемов, то есть тут нету ни USB, ни слота под карту. Короче, это модель 2007 года выпуска от LG. Но здесь мы видим отличия, например, блок питания, сделан на одной плате вместе с X. Есть модель 32PC52, там, по-моему, вот эта плата X отдельная. У меня, кстати, есть потроха от этой модели, точнее не от этой, а это был Rolson, но с матрицей и вот этим от LG, а материнка и корпус был Rolson. Так там X отдельный, а здесь вместе. Далее, что 52-я, что Rolson, что 51-я. Y и Scan и Mine объединены. Кстати, как видите, они все целые, хотя матрица разбита, но он даже включается, кстати. Правда, не жужжит и не щелкает, молча включается. Видите, банки большие. Вообще, деталей много, а вот в том Samsung, например, деталей уже по минимуму. Так, что я еще хотел сказать. Есть предохранители, что интересно, на Samsung не видел. На плате от Rolson тоже есть предохранители, только там один радиатор белый, другой черный. И, видимо, она тоже отличается чем-то. Матрица. Кстати, разрешение крайне маленькое, 800 на 480. Это, кстати, 32 дюйма, если кто не понял. А я вроде уже говорил. Я вот еще заметил, что у Samsung плазм 32 дюйма не существует. А LG делали. И вот старая 32, 2007 год. Также, что можно заметить, Майн объединен с платой Logic. То есть, тут все в одном, видите. От Майна идет шлейф сюда, сюда. И вниз, вот под этой вот хренью, идут шлейфы на E и F развертки. Или как их там. Вот эти платы, которые на нижней шлейфе. Также, что могу сказать еще из отличий. У LG, у Panasonic'ов еще видел технологии, немножечко по-другому. Сборки. Вот на вот этом железном шасси приклеена сама, приклеена на большие полоски скотча, или еще чего-то приклеена матрица. На матрице нет никакой пленки. Но перед матрицей есть защитное стекло, которое положено в пластиковую рамку. И с каждой стороны закручены вот такие вот планочки железные, прикручены. Вот сверху такая, из боков. На этих планках есть мягкая такая хрень, типа поролона. И вот на нее уже кладется шасси с матрицей. И при разбивании, я неоднократно уже видел такую картину, что осыпается матрица. И выглядит это примерно вот так. Получается вот такое вот пятно, а где-нибудь снизу осколки. Но я их уже все вытащил. И это, кстати, геморрой еще тот. Вот, это у нас скотч. Как видите, разбит сильно. И, кстати, если будете поднимать на разбитой матрице, будьте осторожны, потому что реально она осыпается. Например, вот большой кусок снизу доверху, и вот большой кусок снизу доверху. Они просто отвалились, остались в рамке. Также много мелких осколков. Как видите, они сейчас вставлены, держатся на скотче. А все маленькие куски удалены. Просто, чтобы они не громыхали при переносе. И весами добавляли. Вот так вот. Кстати, на старых Samsung тоже вот так вот было. На новых почему-то перестали делать. Но у меня был LG 50 дюймов. По-моему, 50PA4510. Модель 2012 года. И там все так же. Хотя он уже тонкий был. Там как-то эту технологию сохранили. Осталось стеклозащитное и матрица. Причем стеклозащитное почему-то всегда остается целым, а матрица разбивается. Вот как у них это получается, у людей, я не понимаю. Вот такое вот было видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Кстати, еще кнопки снизу. Крайне неудачно, потому что если ножки нету, то... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.